И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севна, мы продолжаем проходить довольно-таки мрачную игру под названием Аквария, ну как мрачную, ну видите, что я вам рассказываю, и в общем-то победили мы одну из биосфер, не знаю как это назвать, это существо, которое мы побеждали, в общем-то, и успешно победили, кстати, а да, здесь поток был, там было по муденькам, не могли пройти. В общем, нам нужно куда-то еще плыть дальше, и упорно, в общем, находить эти сферы, убивать их, уйди в туман, и открывать проход в итоге какой-то, так вот тут все закрыто, тут мы ничего не сможем сделать, открывать какой-то проход, который куда-то там приведет в итоге, куда именно неизвестно. Ну, в общем-то, откроем, узнаем. Пойдем наверх, пожалуй, чтобы последовательно все это дело было. Слушай, уйди, а, я тебя трогала. Так, немножко не туда бам, да? Ага. Пошли в пень. Даже не знаю, это еще хорошо, что, повторюсь, опять же, из-за упрямства, из-за своего... Тихо. Из-за своего я пошла и зашатала все-таки эту тварину. Ну, как пошла, я просто рядом с ней осталась и зашатала ее. Потому что, если бы я этого не сделала, мы бы сперва с вами очень долго и упорно плавали, потом бы нашли вот этот вот заблокированный вот этими органическими кишками, хотя могут ли быть кишки неорганические, проход, и только потом бы пошли искать. И это было бы не круто. Так, вот там наверху щел где-то был проход. Почему я его не заметила? Потому что здесь пространство большое, вот почему. Так, тут ничего. Давай, вторая кишка, она должна быть где-то тут. Точнее, не кишка, а сфера. Ну, теоретически. Кстати, пара... Что там? Нет, там эти ребята... Пора, мне кажется, что-нибудь сварить себе. Пылающее яичко! Вол! Мяс, листики. Где мои вообще? Я совсем забыла, что у меня есть несколько страниц этого дерьма. А это что такое? Тухлое мясо. Не хочу знать вообще. Так, припарочка. Что у меня вообще есть-то тут в рецептах? А что она делает? Лечение плюс два, излечивает отравление. Ммм, лечебная припарка про спалающее яичко. Так. Простите. Лечебная припарка. Как там делалось, господи? По-моему, масло, 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 масло синее. Вот это вот. Да. Замечательно. И она телепортнулась вот туда, на новую страницу, да? Из нее сделать вот такую, как вы думаете? Лечение плюс два, плюс еще и отравление лечит. Ну, я не скажу, что прям лечение и отравление это такая прям очень нужная вещь. По крайней мере, пока что. Может быть, не стоит тратить лишний раз пылающие яйца на это. Не хочу знать, что можно сделать из тухлого мяса. Вообще не. Что вообще можно из мяса там сделать? Масло и мясо. Да, кстати. Почему бы и нет. Понятно? Так, где мои мясля? Давай еще раз. Жалко, они не остаются на своем месте. А если масло и масло, что с этого будет? Ну, хлеб, естественно. Пока мы не найдем... А, это крабовое мясо. Пока мы не найдем рецепт, фиг мы что сделать сможем. Так, ну хорошо. Суп здоровья, скорость и защита. Крабовый кекс, защита, ручной рулет. А с чем там рулет там можно было совмещать, чтобы интересное что-то было? Это какой-то был, по-моему, рецепт, по-моему, с рулетом. Только мы его уже потеряли. В процессе загрузок и многочисленных смертей. Давай, а где еще одна органическая падла? Кровать. Нормально. Че это вы так расщедрились-то? На сохранение, на эти со мной кровати. На рецепты. Вообще, разумно ли, здесь будет спать? Здесь враги, как бы, ты понимаешь? Вообще, их можно как-то убить? Можно. А почему те, они, помните, распушались? В таких жирных превращались? Я, кстати, походу отдыхаю не потому, что нельзя, типа. Сохраняться, лечиться. Просто потому, что у меня здоровья слишком много для того, чтобы поспать и вылечиться. Потому что тогда, когда я, помните, присела, я высказала свою теорию, почему меня не вылечили. Видимо, у меня просто было мало здоровья для этого. Э, ну, в смысле, мало потраченного. Так, ну ладно. Ну, поплыли, че. Ну, и, кстати, так как у нас куча новых рецептов, да, дайте-ка. Немножечко сохранимся. Хорошо. Ах, ты ж, ятийская сила. Ну, ладно. Это, видимо, после того, как мы внизу... А, все, теперь понятно, почему здесь так много всяких лечилок и всякого разного. Это нас ждало бы после того, как мы внизу наделали дел, все переранились, и вот они закончились наши дела, и мы идем дальше, и вот находим сохранение. Вот там все как. Мы вечно... Я всегда все делаю в обратном порядке, вы заметили, да? Уже, я думаю, давно. Нет, еще не туда. В локации хожу не в том порядке. В отдельной части этих локаций тоже хожу не в том порядке, в каком надо. Я гребаю с этого. Нет, 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 подожди. Не надо меня бить. На всякий случай, сразу же. Нет, 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 сюда. Так, ладно, что тут? Я уже боюсь. Мне эта игра частично напоминает такую, знаете, костыльванию в открытом мире. Ну, что-то вроде. С учетом того, что я ни в одну костыльванию, кстати, не играла, но всегда очень хотела в детстве, когда я помню в программах про игры показывали костыльвание Simon's Quest, когда она только вышла, или ее просто обозревали. Когда она там вышла, я, честно говоря, не помню. Ну, суть была в том, что я помню, я видела ее в программе про игры. X-Play, кажется, да? Где там Адам Морган. Все такое. Ай, ай. Сама запоролась. Ну? Выпыська вылезла, вылезла. Предлагаю сожрать супец. Че, мы возрями валились-то ли? Чтоб поскоростнее немножечко летать. И че там у нас было? Включение это замечательно. Что у нас было на... Огонь. Ну, вот это тут. Постоянно забываю. Это... А, вот, точняк. Брендер рулет. Давай. Твари. Не в ту сторону. Нравится, да? Ой-ой-ой. Тихо. Повезло. Так, ну, это было легко. Когда уже знаешь, что тебе хотят. Так, еще одну где-то надо найти. Слушай, да ладно. Там уже проход так открыт. Можно было бы проплыть. Между прочим. Было бы желание. Так, вот вниз я пока не пойду. Подожди. А, хотя... Нет, все правильно. Ой, не надо меня бить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят, я все понимаю, конечно. Спасибо вашему дому. Ну, что я вам сделала? Помимо того, что я пришла в ваш дом и все здесь уничтожила. Ну, это же такая мелочь. Ой, не нравится мне тут. Ой, не хочу я здесь ничего делать. Ха-ха, что это было? Так, эм... Там все. Видишь, они мне мешают. Они блокируют, слышь? Они блокируют проход. А там поток, по-моему, был, да? А может мне внизу что-то надо было сделать? Может мне их согреть как-то надо? Они стоят и блокируют там все. Прям просто тупо блокируют. Если я туда поплываю, я скорее всего сдохну. Хм. Тут я не могла проплыть, потому что здесь кишка была. Была заблокирована вся. Тут я не могла проплыть, потому что поток. Здесь я проплывала, но здесь меня что-то заблочило. Видимо, там тоже кишка была, я уже не помню. Значит, мне что-то здесь надо сделать. Может, как-то вот эти фигни разломать? Может, мне просто протолкнуться? Нет, протолкнуться не получается. И что? Так. Ребят, я все понимаю? Понятно теперь. Было предположение такое. Стой тут. Вы какие-то пассивные. Вы как камни. Это нормально? Разошлись. Забавно, конечно, выглядит. Мне эти жабы кого-то напоминают. В Денитовской, в какой-то игре такое было уже. Ну, то есть, не именно такое, но что-то очень похожее. Я только не помню, где это было. Напишите, если у вас тоже какие-то такие ассоциации есть. И если вы знаете, откуда они, то есть, лично ваши. Может быть, у меня те же. Кто знает? Надо их, кстати, да, как-нибудь по краю так расставить, чтобы они меня не травили, когда я буду плыть обратно. Хотя я плыть обратно, скорее всего, буду из другого места. Но спаси нас. Я пытаюсь. Я правда пытаюсь. Не всячески мешать, но я пытаюсь. Кто вас теперь ввожу? Хорошо, ладно. Иду спасать вас. Давайте. Че тут? Еретики. Вечные еретики. Так, включила. Че-то у них тут вообще мощный конфликт раз был, да? Одни против других. Друг другу никто, я так понимаю, не помогал толком. Потому что эти русалки с майрумами, я так понимаю, не сильно дружили. И когда на майрумов напали вот эти вот... Эти, как их звать, морские котики... Я так понимаю, они им не особо помогли. А, это вот то место, о котором я думаю. Ой, боже, а че тут так темно и страшно? А я не хочу туда. Я не пойду туда. Так, понятно. А вот эта рота, по-моему, она вот там, да, большая? Или где она? Ой, нет, подожди. Такой вот цикличный поток. Подожди. Его гнев. Подожди, его гнев. Мне надо убить этих тварей всех. Так, ну... Подожди, гнев, это все классно. Меня что-то закрутило немного. В центре ничего нет, да? Черт с ним. Плыли вниз тогда, че делать? Потому что туда-то мне не надо. Или надо? Хотя нет, не надо, там будет... Кишка. Я там ничего не сделаю. Боже, у меня вниз, получается? Стояще. Где я? О! А-а-а! Нет, я... Это хорошо. Этот тупик. Эти воды становились нераносимыми. Я представила себя просыпающейся внутри своей уютной пещеры. Вдалеке от этого кошмара. Но это была всего лишь мимолетная фантазия. Я знала, что мне придется снова вернуться к этому ужасному месту. Чтобы раскрыть его тайны. Возможно, это время еще не наступило. Я могла бы пойти исследовать что-нибудь другое. Ты издеваешься, что ли? Я себе такой путь проделала. Как он создает так и разрушает. Он следит за нами повсюду. Он принял форму хаоса. И мы должны бежать в новые воды. Саунтун? Что это значит? Получается, все-таки, чтобы пройти дальше, мне нужно... О, боже! Мне опять потом эти сферы биологические мочить, да? Ой, господи, почему все так плохо? Мне, видимо, не хватает все-таки вот этой способности через вот этот поток пробираться. Потому что он везде там есть, но мне это ничего не дает. То, что я его нахожу. Потому что через него я пройти никак не могу. Блин, а куда идти-то тогда, господи? Где там еще были проходы, где я могла бы пройти без особой опасности для себя? В бездну, что ли, Тим? Мне кажется, я там еще меньше смогу сделать, чем здесь, потому что... А, нет! Нет, все правильно, все нормально. Я думала, я попаду вот туда как раз. Я что-то забыла, что... Все, все, подожди. Аж что-то в шею переклинило. Что ты меня путаешь, женщин? Говоришь, что в новые земли... Какие-то... Ой, в новые воды. Мы здесь пока неплохо справляемся. Что ты меня путаешь и пугаешь? Объясни мне. Так, где там этот супец был? Так, это лечение. Суп у меня был тут. Суп. Нет, вот эту хрень, я думаю, умеет ли... Нет, я пока не буду тратить. Она осталась одна. Я ее на босса оставлю, пожалуй. Потому что босс-то тот стопудовый будет. Из-за всего того, что мы тут с вами повидали-то. Ай-яй. Будет странно, если этого не будет. Должна же быть какая-нибудь тут самая жопная жопа. О, сперва, меня убили. Чуть не дала дубу. Правда, мне сейчас... Я убила последнее гнилое ядро этого проплутого собора. И слезы хлынули из моих глаз. С каждым убитым существом, с каждой древней тварью, лишенной жизни, частичка моей души ускользала от меня. Я не просто оттворила все эти разрушения, но еще я и наслаждалась им. Я боялась, что этот кошмар никогда не закончится. Я впаду в спираль сумасшествия. Возможно, я никогда не найду свою семью, но должен же быть кто-то. Кто-то, кто уберег бы меня от этой тьмы. Вообще, конечно, забавно то, что персонаж комментирует свои вот эти вот деяния. То, что она становится темной, убивает существ для того, чтобы обнаружить какую-то тайну, раскрыть точнее ее. Это любопытно. Не в каждой игре персонажи этим занимаются. Взять хотя бы обычные игры от третьего лица, где персонажи бегают стреляют, мочат всех подряд. И они никак это не комментируют. Вспомните хотя бы ну, про Лару Крофт элементарно, можно вспомнить. Про Найтона Дрейка, сколько людей они положили в своих приключениях. И они это никак не комментируют. А тут, смотри, убили вроде бы враждебное существо, мега-мега прям источник зла, но при этом в персонажах она же там уже немного дубу дает. Ой, какая-то длинная кишка агрессивная. Мне она совсем не нравится. Я поплыла. Можно я пойду отсюда? Ой, я не хочу думать, что меня ждет в конце этого дерьма. Где я вообще? Ой, я долго буду пробираться. Я умру здесь. Навечно. Просто останусь в этом шлаке. Я какашка, которая продвигается к выходу. Ужас. отвратительно. Мерзкое ощущение эти места на меня наводит. Фу. Прям фу-фу-фу. Вскобрезные ассоциации сразу идут. Да вы и сами слышите. Так что простите меня, кто ел в этот момент. Я еще пропускаю тут что-то? Блин, меня это напрягает. Уйди в туман, я тебя не трогала, и ты меня не трогай. Так, я хочу вниз, если честно. Вниз, 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 вниз. В эту, в эту, в эту, в эту кишку. В эту, туфта, 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 туфта. А, нет, там наверняка что-то было. Ну вот. А я могу повторить. Ну-ка, давай еще раз. Сейчас, еще разок. Там, там проход, кстати, куда-то. Может, там к сохранению проход. Би, да, би, неплохо. Так, подожди, подожди. Вот сюда, вот сюда, 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 сюда. Ого. Да. Да, детка, сохранение. Окей. Так, а где? Вообще, здесь вот еще проход, да? Очень похоже. А там что тогда? Здесь, мне кажется, если будет проход, то в какую-то маленькую локацию. Ой, детка, какая-то она нифига не маленькая. Где я? Где я? Черт. Заблочили мне все. Уйди в задницу. Черт. Это, наверное, главная локация. Здесь будет какой-нибудь босс или тайна. А что там тогда было? Может, там... А, там выход, наверное, был. В принципе. Из этих мест. Да? Где я? Вот оно что. Вот это подстава. Ну-ка, подожди, а я могу загрузиться? Черт. Слушайте, убейте меня кто-нибудь? Там сохранение было. Убей меня. Убей меня. Давай. Убей меня. Не, надо найти кого-нибудь, кто меня убьет. Почему мне приходится искать этих людей? Этих животных. Убей меня. Убей меня, штука. Вот, давай. Ну, нет, ну. Сейчас мы убьемся, загрузимся. Ну, давай. Плюй. Все, отлично. Да, мы поняли. Ты умирала. Все, ты уже никогда ничего не узнаешь. До свидания. Давай, грузи меня. Ну, кто знал, что это выход. Хоть бы написали, я не знаю. Может, конечно, было бы по этим тряпкам догадаться, но... Ну, извините. Так, я куда-то не туда опять плову. Блин. Ладно, сейчас. Повторим немножечко. Зато мы знаем, где теперь возвращение назад. Причем довольно быстро. Это меня радует. Мне кажется, я там видела... А, стык, 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 стык локаций. Точнее, стык этой кишки. Где я? Нормально. Иди в пень. И ты тоже. Ой, не хочу я туда идти. Так. Медуза к нам тут дают не зря. Ну, вот ты... Ты стебешься надо мной? Я вот вылечилась, и он меня ударил. Ну, как так можно? О, да. Че там? О, боже. О, майн гадабл. Что ты, кто ты? Че там написано? Поглотить тебя. Че там плотит? Че, че, че ты? Подожди. Так. И мне нет времени читать, ребят. Простите. Давайте сами. Подожди. Во-первых, суп. Во-вторых, вот эта хренатня. Че у нас там еще? Скорость, защита. Суп здоровья. Ну, ладно. Пока обойдемся с супом здоровья. Ноги, блин. Посмотрите, ужас какой. Ты поднял меня. Твой голод! Чего поглотит тебя? Пришествие из чего? Из плоти твоей. Твоих детей. Господи. Черт. Не круто. Я, кажется, знаю, как его кормить. Его надо, наверное, кормить этими ядовитыми. Мне не нужно здесь его бить. Они тут не зряш. Ну-ка, иди сюда. Его, короче, нужно кормить. Это же намеки. Куда ты плывешь? Стой. Подожди. Давай. Вот, смотри, какая классная штука. Ее можно съесть. Ну, ешь вот эту хренатню. Не естся она что-то. Ой, ой, ой. Пошла вон. Нет. Нет. Не меня, вот ее! Он съел. Но ее не съел. И это напрягает. Так. Понятно, как его бить, но это сложно. По крайней мере, пока что. Сейчас надо немножечко поймать, так сказать, теритин. Там будет видно. Лечение. Лечение 2. А, лечение плюс 2. А, подожди, лечение минус 2. Это не тире. Это минус. Можно было бы и запомнить. 7. Ну вот съешь. Смотри, классная штука. Он не хочет его есть. Меня это напрягает. Так, нужно где-то рядом с рукой плавать. Ай-яй-яй. Нет. Нет. Не надо так делать. Съешь штучку. Она там есть. Ну вон. Может, его надо подранить, чтобы он начал жрать? Ну смотри, там жаба плавает. Ну ешь ты ее уже, ну. Не, нужно как-то так подплыть. И отплыть. Но при этом нужно как-то к руке подплывать. Потому что. Блин, страшно. Ну слушай, ну серьезно. Это уже не смешно. Во! Нет, не получилось. Эй, да ладно! Как-то нет. Может, ее, жабищу эту нужно прям ко рту вставить? Ешь! Плыви ей в рот этой штуке. Ну как это работает-то? Как это должно работать? Еще в принципе. Жабища вот. Ешь не хочу. Что-то как-то странно работает. Но, по-моему, очевидно, что если эта штука жрет, здесь ядовит эта фигня плавает. Нужно ее кормить ядовитой фигней. Логично? Логично. Но не получается. Не очень, по крайней мере. Так, подожди. Не, не получается. Так, сейчас. Ау, я убью сейчас. Серьезно. Нет, что-то как-то... Надо хотя бы, чтобы один раз получилось, чтобы понимать, как это делать. Потому что делать-то я делаю, но толку от этого мало. Ау, ну все. Нет, что-то не получается. Можно это как-то сбросить? Я поняла, что... Если я поняла вообще правильно, мне нужно кормить эту хрень этими букашками. Только как это сделать так, чтобы это правильно получилось? Это, конечно, вопрос очень хороший. Может быть, действительно нужно как-то, чтобы она подранилась, эта тварина? Но это придется туда-сюда из этих форм скакать. Это не очень удобно. С учетом того, как именно они вызываются. Иди сюда. Шири! Вот, наслаждайся. Ну-ка, подожди-ка. А вот это куда меня ведет? А, это меня никуда не ведет. Смотри, какая классная вкусняшка. Не, наверное, все-таки нужно... Слушайте, а что если сперва ее сжагать, и вот чтобы он хватался за эту хрень и лечил себя ей? Типа, я сейчас ее съем, я вылечусь. Да, смотри. Сто пудово. Да, он начинает засасывать эту хренатню. Так, где вторая жаба? Или, типа, хватит одной? Ну, допустим. Это что такое? Срыгнул? А, вот из этих же штук делаются эти жабы. Но он умер. Ну, что мне с ним сделать надо было? Я помню, они как-то пухли, помните? Слушай, уйди, а? Опять сейчас вырогнет, да? Ау. Может, надо, чтобы он траванулся, этот чувак? И тогда он превратится в эту жабу? Ой! Ой-ой-ой! Ты умеешь и так делать? О, смотри, превратился. Отлично. Отцепись от меня. Нифига себе, так уснул. Я тебе скажу, я ядовито это не знала в этом. Мда. В принципе, понятно, как это делается, но это сложно. О, ау-ау. Да уж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Ой, ой, ну он засасывает. Он сейчас съест меня. Так. Защита, лечение, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Плыви, 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 плыви. Так, он психанул. Ау, он сильно психанул. Он недоволен. Ааа, нет, нет, ну как так? Я не успела, блин, я так... Чёрт. Ладно, хорошо. Блин, боль. Вот миллиметраж грёбаный, вот чуть-чуть не успела. С этим щитом дурацким. Чё я вообще к нему полезла? Ну ладно, в принципе, надо просто быстро это всё сделать. Тогда всё будет найс. Так-то он не скажу, что сложный. Я бы даже сказала, что он простой. Первый раз мы просто пытались понять, как его надо бить, а второй раз мне просто не повезло немножко. Ладно. Нормально. До свидания. О, чёрте, дери. Кушай, кушай, поправляйся. Так, давайте сразу защиту слопаем. Чё-нибудь... Чё у нас там на защиту было? Чё у нас на защиту было? Кто-нибудь помнит? Я не помню. А, вот, кстати. Может, пора. Настал момент. Чиня 2 пока рановато. И сдохни. Иди в туман. Так, он чё, свырогнет эту хрень? Ну-ка, иди сюда. Давай, травись. Да ты издеваешься, что ли, блин? С ума сошли, что ли? Я ж так не доживу до конца вообще. Своей жизни несчастной. Иди сюда. Стоим тут. Не шевелимся. Да-да-да. Поговори мне тут ещё. Мне кажется, самая пора... Лечиться. Скорость тоже не помешает. Сколько, интересно, раз в него... Я надеюсь, 3 хватит ему? Раза, в смысле. Да лучше пока в этой форме потусую, ага. Сейчас он рогать начнёт, чтобы хотя бы... Иди сюда. Давай. Отлично. Давай, трёх раз. Тебе должно хватить. Давай, рогай. Я тут немножечко постою, отдохну. Ты меня задел, что ли? С ума сошёл. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тихо. У меня есть ещё что-нибудь на течение. Чё, не два. Давай вот это. Шок наверняка. Давай. Гамадрил. Смотри, здесь классная-классная жаба. Не туда стреляешь, дура. Всё. Всё? Не всё. Ой, етицкая сила. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Можно я как-то в эту форму? Ничего себе ты сказал, скажу я тебе. Хватит, слушай. Я не хочу с тобой общаться. Таким тоном я не разговариваю. Сейчас он вырыгнет эту хрень, да? Нет, не спешит, чё-то. А, эта хрень ещё от меня не отлетает теперь уже, да? Говно у меня, не щит уже, скажу я вам. Он для врагов, для местных уже не подходит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Может мне уже пора начать просто его убивать? Потому что он, по-моему, уже не собирается рыгать. Этими самыми. Я сейчас опять просру. Вот я просто просру. Вот, вот, прям сейчас. Потому что лечиться мне уже нечем. Абсолютно. Ладно, бить так бить. Ладно, уже не будет плевать в себя, правильно? Или будет? Да сдохни ты уже, господи. Это он умер? А, это он умер. Миллиметраж вот сейчас был. Если бы он умер чуть позже меня. Ты живая? О, мне уже глаза вспотели. И чё? Мефалис. Каким он был когда-то. Мы вернули сюда мир. Мы их воскресили всех. Они теперь нормальные. Смотрите. Меликий город, построенный благородной расой, находящийся под защитой королевского семейства. А, это, видимо, в прошлом было. Они все были детьми бога, чьи имя было Мефала. Да ладно, Мефала. Мефалианцы увековечили благородное лицо своего бога в камне и построили много статуй, чтящих его по всей акварией. В течение сотен лет город Мефала сопротивился сильным опасностям природы, обеспечивая обитателей долгой и спокойной жизнью. Если бы видения закончились там... Да, это видения. Если бы эта мужественная раса выжила, я могла бы посетить их сейчас. С удовствами и безопасностью города появилось новое стремление, вечная жизнь. Мефалианские священники, которые были глашатами Мефалы, увидели решение в боге. Создатель, который спроектировал и дал жизнь каждому из богов. Создатель, который, в конечном счете, уничтожил бы всю их расу, поскольку у него было много других. Священники проникали все глубже в скрытые тайны песни, чтобы избежать оков смертности. Но могущественное заклинание, обнаруженное ими, требовало высокую цену. Они заковали Мефалу в цепи и начали вытягивать его жизненную силу, чтобы привести песню в действие. Они начали казнить еретиков одного за другим, заставляя Мефалу пожирать его собственных детей. Мефалу стал меняться. Его разум превратился в простой, унылый животный гнев. В конечном счете, он перестал проливать слезы, как доел. Голод поглотил его. Гниль в сердце Мефалу начала распространяться. Его тело стало раздутым и деформированным. Его плоть начала распространяться всюду по городу, загрязняя воды. Мужчина по имени Драск, принц Мефалианцев, видел, что его семья погибла. А трог священников и их мутировавших ученых. Он противостоял священникам, и хотя он не мог предотвратить их бегство, он стал проникать в их тайны. Я задалась вопросом, жив ли он еще, где-нибудь вне этого мира. Видение начало исчезать. Дух Мефала покидал его. Впервые я попыталась обратиться. Связаться. О, великий Мефала! Мне нужна твоя помощь. Найха. Я умираю. Настало время для моего отдыха. Вы сильно пострадали, но позвольте спросить у вас. Говори быстрее, маленькая моя. Мне осталось совсем немного. Кто я? Ты дитя Тринадцатого. Ты та, кто объединит воды и аквариум. Ты восстановишь природное равновесие. И ты найдешь любовь, Нажа. У-у-у! Лав-Стори! Тебе придется много увидеть и многим стать. Ты испытаешь огромную боль. Но я верю, что ты победишь ее в конце. Наберись храбрости, малышка. Спасибо. Становится холодно. Ты освободила мою душу. Теперь, маленькая Нажа, прими мою форму и отправляйся в страну света. Жалко тебя, конечно, мужик. Что-то грустненько как-то. Жесткая игра, вот честно. Очень жесткая. В форме животного мои ноги сильнее. Мои сильные животные ноги... Так, не успеваю. Мои зубы застрены. Короче, застрены зубы были бесценны для пожирания добычи. Отлично, я теперь смогу полавать против потоков. Наконец-то! Ух ты. Офигеть. Ну, это очень круто. Блин, конечно, мужик, жалко тебя вообще пипец. Раз у тебя, конечно, козлов получилось. Уж прости меня за такие откровения. Спи спокойно. Давайте сохраняться. Мне кажется, отличный момент для этого. И для того, чтобы и сохраниться, и остановить серию. Да, мирок, конечно, мрачноватый. Несмотря на, вроде, такую рисованную графику. Все такое. И музыка такая замечательная. Но мир жесткий. Настолько, насколько вообще возможно. Жесть, конечно. Не ожидала я такого. Но это очень круто. Прости. Прости, мужик. Он мне напоминает кого-то. Он мне напоминает Кроганов, кстати, из Mass Effect. Вот кого точно. Ладно. Теперь мы можем плавать против течения. И это хорошо. Потому что я сплаваю туда. За кадром. Вот. А пока что я с вами попрощаюсь. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если это так, ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. Пишите вообще, как вам оно. Я могу все-таки плавать? Нет? Могу. Потихоньку могу. Пишите, как вам вообще серия. Как вам происходящее в ней. Что вы думаете по поводу РАЗ. И какие-нибудь предположения. Тоже пишите обязательно. Будет интересно все это дело почитать. Единственное, вот, кстати, почему это все до сих пор активно. С учетом того, что мы убрали этого чувака. Из мира этого. Непонятненько. Неважно. Фух. Да. Не, очень круто. Мне очень нравится. Не ожидала. Не ожидала. Но. А, офигеть. Немножечко надо передохнуть, чайка попить. Осмыслить все, что здесь произошло. В общем, надеюсь, что вам понравилось. И, если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Зовите друзей. И до встречи в следующей серии. В которой мы продолжим наше замечательное путешествие. Не знаю, куда поплывем. Скорее всего, я попробую сплавать туда наверх. Ну, то есть, в верхней локации. Зачем я пальцем наверх показываю, я не знаю. Но вы поняли, что я хочу сказать. Ах, тти-ти-ти-ти-ти. Потому что, мне кажется, вниз сейчас плавать опрометчиво. В бездну. Там темно. Там страшно. И я не хочу туда. Вообще никак. Ни капли вообще не хочу. Вот. Поэтому сплаваем наверх. Может быть, мы там сможем... Все-таки, действительно, на поверхность как-то выбраться. Потому что, если вспоминать трейлер, мы сможем прям всплыть. И там будет очень красиво. Я очень хочу на поверхность. Я хочу почувствовать себя эко. В общем, вот. Короче говоря, давайте закругляться. Я опять начинаю ходить вокруг да около. Если вам понравилось, вы знаете, что делаете. До встречи в следующей серии. Какой бы она ни была. Не забывайте оставлять комментарии. Вступайте, кстати говоря, в группу ВКонтакте. Чтобы не пропускать опросы. Новости. Ох, как вас швыряют. Новости и так далее. И тому подобное. Что это за кусок такой? Что-то для чего он тут. Непонятно. Вот. Ну, с вами была Севн. Всем удачи и до встречи. Пока-пока.